Ребят, всем привет! Сегодня у нас видео посвященное дневникам разработки. Буквально вчера вышел новый дневник, посвящен он одиночной кампании. И я решил сегодня более подробно осветить одиночную кампанию. Итак, приступим. Армейский генерал. Именно так Юджины назвали динамическую кампанию в Стальной Дивизии 2. Это одиночный режим пошаговой стратегии, в котором по желанию вы можете вести битву в реальном времени. Протяженность карты у нас 150 км, один ход равен 12 часам. По заверениям разработчиков, карта сделана на базе подлинных карт военного периода, с точным указанием пунктов снабжения, где батальоны на ней являются фигурками, которыми мы будем управлять, введя наступление. Каждый батальон будет иметь запас очков действий, позволяющих нам двигаться, штурмовать позиции или выполнять определенные приказы. Например, артиллерии обстрелять противника. Эти очки будут пополняться ночью, каждые два хода, в случае если линия снабжения не была повреждена. Дальность перемещения батальона будет зависеть от его типа, а также от характера местности. Соответственно, дороги позволят вам продвинуться дальше, в отличие от леса и болота, где можно завязнуть не на один день, но при этом такая возможность маневра в игре будет присутствовать. Далее давайте рассмотрим, как на карте кампании будет рассчитываться битва. Итак, потянув ударную группировку к населенному пункту, мы обнаруживаем, что он занят противником. Далее мы решаем, либо штурмовать укрепрайон сходу, либо подождать подхода подкрепления. Бои участвуют до 6 батальонов. Если в радиусе операции более 6 батальонов, вы можете сами выбрать, какие именно будут участвовать в бою. Выбрав нужные нам батальоны, нам предоставляется возможность провести битву автобоем, либо самому принять участие в ней. От того, как именно ваша группировка вступила в бой, будет зависеть режим игры. Это будет либо Close Combat, ближний бой, знакомый нам по первой части, либо обновленный режим завоевания, Конквест, о котором я говорил в предыдущем ролике, либо пока неизвестный, но анонсированный режим полного штурма, о котором разработчики расскажут чуть позже. Бой, как и в первой части, будет поделен на фаз. В зависимости от того, сколько очков движения осталось у батальонов, и как далеко они находятся от поля битвы, будет рассчитано, в какой именно из фаз они подойдут в качестве подкреплений. Хотите, чтобы со старта вам был доступен ИС-2, подведите его поближе, убедитесь, что у него остались очки движения, и вы получите серьезное усиление на старте. Но темп наступления значительно снизится. Скорее всего, вы потратите на это лишний ход, а то и два. По умолчанию у каждого батальона 3-4 очка действия. Продвигаясь вперед и занимая точки, наши юниты формируют зону контроля, показанной на гифке белой линии обороны. Она означает, что до нее наши батальоны смогут передвигаться, не вступая в бой с противником. В случае, если ваш батальон, продвигаясь вперед, истратил все очки действия, зону контроля он не формирует. Более того, противник, приблизившись к нему, сможет либо заставить его отступить без боя, либо навязать ему невыгодный для вас бой, и отступить вы уже не сможете, так как оборона требует тоже очков действия. Поэтому очень важно оставлять очки действия перед окончанием хода, а особенно на передовой. Также на карте кампании нам будет доступна авиация и артиллерия. Она позволит нам либо истощить группировку врага в окружении, уничтожив очки действия, либо замедлить группировку противника на марше. При этом авиация имеет неограниченный радиус действия, в отличие от артиллерии. Это все на сегодня, что я хотел рассказать по поводу одиночной кампании, и напоследок хотелось бы рассказать про некоторые нововведения, которые показались мне крайне интересными. Первое. Это танки теперь смогут ездить по редколесью, что даст нам чуть больше маневров, в отличие от стальной дивизии 1. Второе. Танки смогут стрелять в движении, правда точность будет соответствующая. Третье. Это новая система повреждения брони. Вес и скорость снаряда теперь напрямую влияют на бронепробитие и наносимый им урон. Например, в отличие от стальной дивизии 1, снаряд 8.8 мм в стальной дивизии 2 станет гораздо более опасным и разрушительным для техники, чем снаряд той же Пантеры. Четвертое. Это новые модели критических повреждений. В стальной дивизии 2 у нас появится чуть большее количество критических повреждений, причем их характер будет напрямую зависеть от вида вооружения и калибра. Более того, самолеты теперь будут также подвергаться критическому урону. Например, наша стрельба сможет убить пилота или поджечь топливный бак. Некоторые криты мы сможем чинить, как и в стальной дивизии 1. То есть уничтоженный экипаж можно будет также пополнить при помощи специального юнита. И напоследок это особые боеприпасы. В игру будут введены такие снаряды, как панзерграната 40 у немцев или снаряд БР-365П у Советского Союза. Эти снаряды позволят некоторым устаревшим юнитам, например, таким как панзер 3, более комфортно чувствовать себя в бою. Или же Т-34 более уверенно поражать таких зверей, как тигра или пантеру. Да, и кстати, по поводу одиночной кампании, только вспомнил. На карте кампании нам также будут доступны партизанские подразделения, которые будут действовать, естественно, в тылу. И, к слову, они были указаны на одной из картинок в данном ролике. Я думаю, самые внимательные из вас их обнаружат. Все, ребят, всем спасибо, кто смотрит, кто поддерживает. Увидимся в следующих роликах. Всем пока.